Всем привет, я Тереш. Меня зовут Тереш, я кореянка, живу в Сиоле, Южная Корея. Я изучаю много иностранных языков. А вы когда-нибудь видели иностранцев, которые говорят на русском языке? Корейцев, которые хорошо говорят на русском? Наверное, вы не так часто видели их, потому что не так много. Сегодня в этом видео я хотела бы рассказать вам, почему корейцы не могут выучить русский язык. Я думаю, что здесь есть три причины. Я начну. Поехали! Во-первых, это произношение. Для корейцев очень тяжело произносить некоторые русские буквы. Хотя в корейском языке больше букв, у нас 40 букв, а у вас 33, включая твердый знак и мягкий знак. Но все равно в русском языке есть некоторые буквы, звуки, которых нет в корейском языке. Поэтому корейцы страдают. Вот, например, есть буква Р. Я хорошо произношу, но 4 года назад я совсем не могла произнести эту букву. И корейцы не могут произносить это. Поэтому они говорят, я корейский актер. Актер. Не актер, а актеры. Вы даже не представляете, насколько я трудилась над этим произношением. Р. Каждый день перед сном я практиковалась Р. И однажды у меня получилось это произношение, и как я обрадовалась. Вы не представляете. Еще похожая буква Л. Л. Хотя эта буква есть в английском языке, поэтому корейцам легче, чем Р. Но все равно вы часто увидите, что корейцы произносят Мальчик, как Мальчик. 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 Чихульчик. Чихульчик. Чтобы произнести букву Л. Кончик языка и дзубы встречаются. Ля. Ля. Любовь. Стульчик. Мальчик. Но чтобы произнести корейскую Риэль, просто Ньёба. И кончик языка встречаются, как Рамен. Рамен. Робот. Робот. Нара. Нара. Вот так. Вы можете повторить за мной. Еще у нас не хватает буквы Ж и З. Ж, например, корейцы говорят очень дярко, дярко, очень дярко, жарко, дярко, 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 дярко. И корейцы не могут говорить это важное выражение «здравствуйте». Многие говорят «здравствуйте», «здравствуйте». У нас нет просто буквы З. З, 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 ц, ц. Поэтому мы говорим домашнее задание, не задание. Вот из-за того, что у нас нет некоторой буквы, которая есть в русском языке, мы не можем говорить по-русски идеально. Вот у меня тоже есть проблема. И во-вторых, интонация. Интонация очень-очень важна. Если вы говорите с хорошей интонацией, выглядит, как будто вы очень хорошо говорите. И к русской интонации очень тяжело привыкнуть. Многие корейцы говорят, что русские выглядят страшно, суровые люди. Но мне кажется, это из-за того, что у вас такая интонация. Вот, например. Вы говорите «хорошо», «молодец», «да-да», «да, точно». Хотя это «хорошо», «молодец», «ваша интонация падает». А когда корейцы говорят, мы говорим «чо-а», «зал-эсса», «м-м», «ба-ца-ба-ца». Когда корейцы говорят, их интонация поднимается вверх. «м-м», «чо-а», «зал-эсса». И они удлиняют речь и повторяют то же самое слово, как «м-м», «нэ-нэ», «чо-а-я», «оба-цай», 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 «оба-цай». Вот так. Вот это особенность корейского языка. И из-за этого корейцы не могут привыкнуть к русской интонации. Например, они часто спрашивают неправильно. «Кто это?», «что это?», «как тебя зовут?», «что ты делаешь?», «почему?». Обычно русские так не говорят. У них интонация падает. Например, «кто это?», «что это?», «что ты делаешь?». Падает интонация. Корейцы не могут повторять за этой интонацией, потому что мы просто привыкли к нашему. «Ду-ку-я», «оди-я», «вээ», «цаль-чин-эсса». Вы чувствуете, что наш корейский язык поднимается вверх? Это разница. Вот, в-третьих, попробуйте ответить на мой вопрос. А почему вы говорите «я учу корейский язык», но «я учусь корейскому языку»? Не «я учусь корейский язык». Одно и то же значение для корейцев на корейском языке, но разные падежи вот это затрудняет. Когда мы изучаем русский язык, мы изучаем, что «кумбухата» переводится «учить», «изучать», «учиться». Поэтому мы воспринимаем, естественно, «я изучаю русский язык», «я учу русский язык», «я учусь русский язык». Все одинаковый перевод «кумбухата» – изучать, учить, учиться. Но почему-то учиться не используется с винительным падежом, а используется с дателлым падежом, Поэтому я учусь русскому языку Я учусь корейскому языку, не русский язык, корейский язык Вот это для корейцев просто непонятно Мы запоминаем учиться чему Но просто не понимаем, почему это происходит И поэтому часто совершают ошибку Я сейчас учусь русский язык На корейском будет просто Над словом учить, изучать Мы добавляем Это частица для виничного падежа Что изучаю? Русский язык изучаю Ну, как я понимаю Учиться это слово используется обычно с местами Например, где ты учишься Ты учишься или работаешь Я учусь в университете Так Обычно так А изучать, учить с виничным падежом Что учишь? Что изучаешь? Правильно? Напиши в комментариях Как объяснять эти слова корейцам и иностранцам Готовить и готовиться тоже тяжело Например, я готовлю домашние задания Хорошо, но нельзя говорить Я готовлюсь домашние задания Правильно, да? А как будет правильно? Напишите в комментариях, пожалуйста Я готовлюсь к домашнему заданию Правильно? Вот это очень тяжело для корейцев А как вы думаете? Наоборот, вам удается изучать корейский язык? Хотите попробовать? То я советую смотреть мои уроки на моем втором канале Корейский Стереш Корейский язык не так сложный И серьезно Еще сняла видео, почему корейский язык легче учить, чем русский язык Вот это видео Вот, ребята, подписывайтесь на мой канал Поставьте лайки Напишите комментарии, пожалуйста И вы можете прийти ко мне в инстаграм и в телеграм Спасибо всем за просмотр И все, увидимся Всем пока!